Еще один горит комбайн. Вместе с канадскими фермерами. Хэм, как называется. Это на фураж. Срезали ее. Но тут и века стоит 2, а тут хэм и 5 и 7. Это все колледж делает. Мужики работают, жныва идут. Дядя Женя дал любую передачу на третью новую. Опции продавится. Апгрейд такой по жизни. В таком грошу я техническую коноплю. Закрыл практически всю дорогу. Вот видно, что я приехал до русофобии. Привет всем. У нас сегодня 6 августа. И как я обещал своим подписчикам, что когда я вернусь с Украины в июне месяце, мы поедем все вместе на барбекю. Это те подписчики семьи, которые уже работают кто год, кто полгода, три месяца на строительстве в Калгари. Ну, сегодня лонд-викенд. Второй день. Хуча народа. Парковки забитые. Это при том, что мы приехали далеко, глубоко в горы и все равно все забито. Люди даже паркуются на травке вот так вот. Погнали. Так вот выглядит у нас озеро Апаркананаский слейк в августе. Куча людей. Это наша украинская банда. Всех этих ребят вы видели на предыдущих видео про стройку, строительство. Чисто по-украински. Девчата все уже поризали. Голодные сидят, ждут шашлыки. А ну, как оно открывается? А, тут еще нема ничего. Ладно, чуть позже сняли. Покажи нам, что мы тут имеем. Так, ты спалил уже тут стейки. Не, шучу. Першие четыре стейки пошло. Органий зал. Это как мы с тобой списывалися тоди, рік тому майже. Да, когда я был в Украине. Это органик, да? Угу. Красотень. Я так и брал, кстати. Вокальный украинский нетворкинг. Там лагерь приедет. Мы ее на недельку отдали в лагерь. Она там не выдержала, потому что библиотеки необыченныя. Нет, библиотеки, библиотеки необыченныя. Вот, и она не доходила. Два дня, три дня отходила. Деви. Деви. Мурак так вернулся. А школа за что? Что-то тут нажарили. Угу. Бизона канадского. Ух ты. Ананасы. Что-то еще. Саш, там народ купается. Бачим, как это не плавает. Так что, пойдем купаться сейчас? Нет. Не сегодня. Ну что, разгребай маммясо, давайте. Это у нас rare middle? Ладно. Ну давай, разбираем тогда. Артем тут... Красавчик. А сосиски не маринованные, да? Готовые, конечно. Ты не маринованные. Скажи, да. Представь. Ты в Канаде. Жаришь барбекю на фоне гор? Да. Это супер. Это новый уровень. Да. Не на костре, а на крутом барбекю. В крутом месте. Апгрейд такой по жизни. Да, это 100%. И если в Канаде. Продолжение следует... wh заправляем наш опрыскиватель водичкой обычной для следующего проекта покажу я снял с рамы гнездо можете посмотреть чего делают гнезда канадские птицы всякая глобуда такая стараются это веревки синтетические берут их с тюков на второе гнездо пропала где-то исчезла там где было два яйца ковыряю своим опрыскивачем и тут таке шось суне таке шось велико схоже на торнадо якесь ця сторона уже трешки краще але гремить блимає наша команда уже выигрывает 2-0 и это только середина первого тайма скоро и меня выпустят даже такого старпера как я короче финальный счет 4-1 дядя женя дал голевую передачу на третьем нову и мы выиграли 4-1 пацаны красавчики молодцы следующий рад через пять дней доброе утро сегодня 16 августа 7 утра я выезжаю забираю андрея приехал один украинский блогер ко мне вчера ночью 12 ночи его встречал в аэропорту ну и покатаемся проведем пару дней с ним здесь вместе с канадскими фермерами и устроим ему экскурсию по колледжу волос ну еще что-то будет так что погнали у нас на улице сейчас уже 17 градусов сегодня будет самый жаркий день где-то 38 39 значит на солнце все 45 44 это он должен меня уже здесь дать если не проспал еще один блогер приехал украинский камня кататься на роботе зовут его андрей то есть эти поля можно снимать это то поле которое три раза я пересевал вернее сел два раза пересевал разницей в 20 минут видишь это уже как бы цветение отошло а тут еще есть и она такими полосами лишь по всему полю это за студента который мне в одну в один бункер в одну секцию сторону засыпал да а туда 5 я доверял ему но смотрю нормально цветет растет конечно видно что волны такие не очень хорошо но по крайней мере зарастает все нету пробелов помните поля которая сел по 90 градусов пшеница вот срезы видно это на фураж срезали ее пару дней назад сейчас покрошим покрошим такая еще зеленковатая ну понятно она на фураже она не должна быть супер сухой такой размерчик такой средний выше среднего зерна мы приехали в общем решили не хотели макдональдс посмотрим что у нас есть в мясном магазине в колледже олкс я должно тут уже был его недавно открыли где-то месяца три-четыре назад мы поедем купим булочек скорее всего и поедим и попробуем сосиски колбасы в общем как у нас все выглядит студенты практики заодно проходят решил побаловать медиском у ребятки смотрите это все колледж делают сам у нее1400 и и сам выращивать сам перерабатывают белялина сам выращивать сам перерабатывают сам продает Вот такой вот замкнутый цикл у колледжа. Смотрите, вот подтверждение того, что сами делают мясо. Old College Meat Program. Бучка с яичками, видели? Мойского. О, классно. Прилетело. Вкусняшка прилетела. Бучка с яичками, видели большого, да? Вот он делает маленьких коровок, которых потом чикают, из которых делают вот такое детское мясо. Смотри, стоит 32 доллара за килограмм. Ном-ном-ном. Уже готово, бери ешь, да? Так как бы я емся вот такой пропорцией. Сразу вот. Можно взять эти с собой в самолете? О, да, можно, давай. Очень хватит. Дайте попробовать. Да, давай, бери. Что еще? Потом... Жене даже попробовать. Это ханни-гарлик, это с медом и с чеслами. Бери. Это с салями. С полюшной салями. Не, салями не бери, я тебе сосисочки возьму. Да? Ребят, цена салями в Канаде. 50 долларов за килограмм. 50 долларов за килограмм. 316 грамм, 15 бакс, вот где-то 600 гривен. Услуженный инструктор. Вот-вот. Пас-тамер Old Schoolers Star. Я, я, я прочитал. В России, да. В России это Old Schoolers. О, вот это бери, я это корешу подгоню. Это мой друг, я не знаю. Что много, рульки много или что? Ну, это не рулька, я не знаю, что это такое, честно. Она уже готова, Smoked Pork Hops. Это ножка свиньи. Копченка. Слушай, я возьму куку куриша своему. На подгон. Все? Все, погнали на кассу? Да. Тоже. Бургеры уже готовы. Котлеточки. Да. Вот смотри. Две штуки. 3,70. За две штуки. Сколько бургер стоит? 10 бакс. Так, какого мяса ты не видишь бургер? 100%. Студенты проходят практику здесь же. Мы дарили мясо. Будем и есть. Ну, все, богатей приехал из Украины. Ага, богатей. Аликс, не что. Он говорит, что продаются овцы по частям. Твои конкуренты. Кто помнит Блейна Гейтса. Вот он. На первой странице журнала. Мы сейчас приехали к нему на уборку. Помните эту машинку? Пожарочку. Которую он купил в Штатах. И переделал под техническую. Инструменты там все. Где-то он там ездит. А, вон. Приехали Гейтс Фармс. Мужики работают. Жныва идут. Такие машинки нехилые. Вон, еще одна едет. Кузпель стоит. Как быстро работают, да? Операторы. Подъехал, быстро продувает жатку. Наклонную камеру. О, боже. Сами там весь черный. Жестяк. Ну, молодцы. Работают. Клепают деньги. А тут приехал один блогер. Ходит своими пончиками. Что ты там ходишь? Покажи. Пончики хочу. Пончики. О, боже. Глянь. Еще один горит комбайн. Шучу. Это чистят. Грох убирают. Инструментики. Оно на 10 есть тут? Есть. Головка. Обычно ее никогда нет. Эмпирическая система, метрическая. Мы в Танаде. Расходники всякие. Ножи. Ножи. Эмпирская. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другим комбайном вместе со столом, жаточкой Поехали гуськом убирать следующее поле Драки также подтягиваются Все это очень быстро делается Тут работают походу только три комбайна Еще я вижу, что третий есть Едет за мной Мы сейчас клинемся между ними Можно посмотреть, с какой скоростью редкомбайн сейчас 40 км в час где-то Балит шо дурной Закрыл практически всю дорогу Скажу вам так Выцепить, словить Фермера Во время сухой погоды В Канаде Когда идет уборка Я бы сказал, это 1% из 100 Ну, на то и Меня зовут Женя Вернее, Евген Женя, они не понимают Евген Украинскую мову И нас еще пригласили на ужин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думал тут и VECа стоит 2 ятера, тут Хеми 5,7 Как он тянет эту машину? сжаточка конечно у них большая 640 ф.д. цикава скажу на тут будут зараз бираты не вже горох знову не вже знову цивина конечно сама первая культура которая убирается в альберте то и в канаде в целом соскочевание также это горох хороший горох сухо сегодня плюс 38 лет не сказал такое ощущение как буду 2524 там балак и по-английски чекаемо вечерю жена фермера приехала привезла ужин на суп субурбану на супурбану приехала конечно жены тут работают все у нас на вечерю шо шо це таке шо це у нас таке а це у нас м'яша да да конечно ему help yourself визьми мне бы ласка так уж квас и что-то так 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 то весьма и на десертик у нас канадский наполеон шучу какой-то кучерявый пинчер но очень вкусный миллиард калорий правда семья счастливая вот новый член семьи также показывают как канадские дети воспитываются взрослые там кушают общаются этот сам себе и не кричит все хорошо отлично да и все в калорий спасибо спасибо Идем по Даунтауну и тут японский барбекю-ресторанчик Жою Каку. Сьогодні у нас 17 серпня, приїхали до моего фермера Джасина Дубана. Органік фармер тут біля Лендриджа, я так зрозумів, сьогодні збираю дурум. І тут працюють мої підписники, українці. Джастин великий молодець, це збудував за два роки. Колись я тут знімав у нього один фундамент, зараз молодець Джастин, працює. І там ближче познімаємо вам поле коноплі. Кому цікаво, на якій техніці працює Джастин, от такі сівалки. Ще один там блогер, іде позаду мене, щось там розповідає. Типу знає там, про що він там розповідає. Щось один Катерпіллер стоїть, без діла стоїть. Мабуть хоче в Україну їхати. На вулиці просто пекло. 37, в Русі це десь на сонці 45. Жаточки такі. Це ханібі стара жапка, яка в Соскочуванні виробляється. Але щось фермери і місцеві канадські не дуже полюбили. Так, це перша серія ханібі, що написано. Це пікап хедер. Це ті, що на волокна, на скошування. Потім комбайн підбирає їх. І комбайнує дискові борони такі. Таке відчуття, що я десь в Україні зараз. Це я, наскільки пам'ятаю, гляну, вирівнювач. Так, це вирівнювач. Вирівнюють у себе ландшафт на полях. Рельєф. Стареньким, але надійним джондіром. 86-40. Це щось панік взагалі. Пам'ятаю, що на посівні 16-го року я працював саме на таких треках ще старіших. Отаких от. Вози в мінеральні добрива. На поля. Це так було страшно. Страшно, бо там не було гальм. Я не знаю, скільки там було тон, але це був жах. Але коли боїшся дуже швидко, швидко вчишся. Ось таку вирощую я технічну коноплю. Дякую, Джастин. Хемп называется. Знаю, роблять джинсы, всякі там стаканчики і тому подібне. Дякую. 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 Дякую за його підтримку. Дякую. І я прилетаю к нему в гости. Заїду, конечно, і запишем вже відео следующее вже із Кропивницького. Присоединяйтесь, донатить на нашу победу. Слава Україні! Героям слава!